Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Константин Гиргая. Я и мои коллеги расскажем вам о самых важных событиях этого дня. Смотрите сегодня в выпуске. На сегодняшний момент 43 маршрут ходит сюда до храма, здесь разворачивается. И все, кто ориентированы и приехать или сюда на службу, или сюда в банный лес, имеют на сегодняшний момент такую возможность. Долгожданный маршрут. В Красноармейске у церкви Александра Невского обустроили разворот для общественного транспорта и новую остановку. Из тыла с любовью в Пушкинском набирает обороты всероссийская акция «Тепло для героя». Избавляет от депрессии, побеждает лень и хроническую усталость. Ультрамарафонец, участник многосуточных забегов Андрей Хачатуров рассказал, как бег помогает ему жить, работать и быть здоровым. Об этом и многом другом смотрите в нашей информационной программе «Новости Большого округа». Его ждали жители и прихожане. Речь о продлении маршрута автобуса номер 43 в Красноармейске. В конце весны горожане и настоятель Александра Невского храма обратились к главе округа с просьбой продлить маршрут и обустроить остановку и разворотный круг. Просьба не осталась без внимания. Подробнее об этом и о том, как продолжат благоустраивать территорию в районе храма, а также банного леса, в нашем сюжете. Новенький современно-остановочный пункт появился у храма Александра Невского в Красноармейске. Стеклянная конструкция с обозначением интервалов движения, как положено, скамейкой и свежей асфальтовой дорожкой к ней для удобства пешеходов. На встречах с жителями и во время общения со священнослужителями в храме люди обращались к главе округа. Неплохо бы продлить 43 маршрут. Для того, чтобы продлить маршрут, нам нужно было построить разворотный круг, что, собственно говоря, мы и сделали. Поэтому на сегодняшний момент 43 маршрут ходит сюда до храма, здесь разворачивается. И все, кто ориентированы и приехать или сюда на службу, или сюда в банный лес, имеют на сегодняшний момент такую возможность. Ранее 43-й ходил только до медсанчасти. Остановка здесь размещается у въезда скорой. Отсюда до храма нужно было идти пешком. С дьмой особенно очень тяжело и сложно. Сейчас на остановке, видно, бывает, утром, когда сегодня я служил, допустим, люди приезжают. Раз, приехали. Замечательно. Люди пришли вовремя на службу. Продление маршрута делает более удобной жизнь не только прихожан, но и жителей улицы Лермонтова, работников медсанчасти, пассажиров электричек, рядом железнодорожная станция. Удобно. Очень много, конечно, когда и праздники, и выходные. Да, очень много. Конечно, будней не меньше, но все равно. Благоустройство этой территории продолжится. В 2024 году по программе губернатора здесь будет выполнено благоустройство, организовано освещение, дорожно-тропиночная сеть, малые архитектурные формы. И, конечно, цивилизованный подход к ЖД-станции. Сейчас сотрудники администрации занимаются проектным решением, чтобы в следующем году приступить к благоустройству. Жанна Лавянникова, Александр Корнеев, Никита Лукьянов, Мария Головачева. Новости Большого округа. Из тыла с любовью. Всероссийская акция «Тепло для героя» набирает обороты в Пушкинском. Задача акции – поддержать российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Волонтеры и неравнодушные люди вяжут теплые вещи для наших солдат. Особенный вклад вносят участники проекта «Активное долголетие». Депутат Московской областной думы Михаил Ждан на днях передал пряжу, из которой совсем скоро свяжут и отправят бойцам шерстяные изделия. Раз петелька, два петелька – получается носок. Активные долголеты под разговоры и чаек вяжут для фронта. Акция «Тепло для героя» стала доброй традицией в нашем округе. Сейчас в ней участвуют пенсионерки. Депутат Московской областной думы Михаил Ждан решил поддержать их материалом. Передал пряжу. Они своими руками вяжут теплые вещи для ребят, потому что это та мера, которая необходима. Ведь когда холодно, голова уже думает не о выполнении каких-то поставленных задач. Конечно же, человек думает о том, как согреться. И вот благодаря нашим уважаемым долголетам ребята будут тепло одеты. Носки от бабушек самые теплые. Для лиц старшего поколения очень важно принимать участие в социально значимых мероприятиях и акциях. А главное, что каждая из них вяжет с большой любовью и трепетом. Наталья Ильина из семьи военных. Дочь летчика-испытателя, прошедшего войну. Привезла 11 пар. Их связала за неделю. Скорость стахановская. Я за два часа вяжу носок. Вот этот носок два часа мне связать. Если я дома не отвлекаюсь. Раз и все. И я хочу помочь нашим военным ребятам, которые там воюют, которые нас защищают. Чтобы у них ноги, руки и настроение было теплым, горячим. За прошлый период в местном отделении партии «Единая Россия» было собрано свыше двух тысяч изделий. Это и шарфы, и шапки, носки, и варежки, балаклавы для военнослужащих. В акции принимают участие граждане всех возрастов. Школьники, студенты, молодогвардейцы, члены и сторонники партии. Просто неравнодушные жители. У всех нас есть шанс внести вклад в общую победу и подарить тепло. Акция продлится до 11 декабря. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Знать историю и культуру своей страны большой этнографический диктант написали в Красноармейске. Международная акция проходит ежегодно с 2016 года. Уже несколько лет ее участниками становятся жители нашего округа. В Центральной библиотеке Красноармейска участники отвечали на вопросы о культуре народов России. На территории нашего государства проживают представители более 190 народов. Чтобы привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям разных этносов, которые населяют страну, придумали акцию «Большой этнографический диктант». Эта акция, мне кажется, особенно интересна, потому что в эти дни в Москве проходит замечательная выставка на ВДНХ, посвященная всем регионам России. И надо сказать, что наша многонациональная страна интересна тем, что каждый народ имеет свою культуру, свою историю. В этом году диктант проходил с 3 по 8 ноября. Акция позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя 30 вопросов для взрослых и 20 вопросов для тех, кому меньше 16 лет. На выполнение давалось 45 минут. В Красноармейске приняли участие в акции более 40 человек. В основном проверить свои знания пришли школьники. По сравнению с прошлым годом желающих написать диктант оказалось гораздо больше. Было заполнено две аудитории. Я хочу узнать больше про народы России и проверить свои знания насчет этого. Этот диктант может помочь людям знать больше о своей родной стране и о себе. Это нужно для того, чтобы узнать о своей стране, так как мы проживаем на ее территории. И подростки, и взрослые поколения должны знать как историю, так и культуру своей страны. Как правило, подготовлены вопросы не из школьной программы. Здесь нужно продемонстрировать свою эрудицию. После прохождения в электронном виде формируются сертификаты. А также участники могут сразу узнать правильные ответы и получить историческую справку со ссылками на источники. Мария Лихобавенко, Владимир Овсянников, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Если ты устал ходить, беги, шутят профессиональные спортсмены-бегуны. В центральной библиотеке города Пушкина ультрамарафонец, участник 10-суточных забегов Андрей Хачатуров, встретился со спортсменами и бегунами-любителями Пушкинского. Он поделился секретами этого вида спорта и рассказал об основных правилах. Алина Рогожина побывала на встрече. Если ты прилично бегаешь, то нормально засыпаешь. Кстати, чем ты больше бегаешь, то я не сейчас бегаю. Если нужно, то еще. В центральной библиотеке города Пушкина состоялась встреча бегунов округа с ультрамарафонцем и неоднократным участником 6-10-суточных забегов Андреем Хачатуровым. На лекции «Как начать бегать так, чтобы не прекращать никогда» спортсмен рассказал гостям, что такое бег и как все начиналось. Началось все давно. Началось не благодаря и вопреки. Начал бегать вопреки болезням, вопреки диагнозам врачей, которые были очень нехорошие. То есть в молодости я был очень больной. Сначала ребенок, потом молодой человек. Но вот сейчас 7-й десяток и как бы ощущаю себя на 35. Все благодаря бегу. Все болезни вылечил. К врачам не обращаюсь, таблетки не ем. Просто бегаю. Первый свой марафон спортсмен пробежал в 88-м году прошлого столетия. На лекции с гостями Андрей Хачатуров делился своим личным опытом и рассказывал о том, каких животных он встречал во время своего индивидуального пробега «Трансармения» от Грузии до Ирана и о чем он думает во время бега. Точно замечено, и не только мной, а достаточно учеными людьми, что во время бега наступает некое просветление. То есть приходит... Ну, я вот журналист профессиональный, много лет провел в журналистике. И точно значит, у меня рождались тексты на бегу. И самое главное, естественно, советую, если что-то родилось, текст, мысль, идея и все что угодно, тут же писать на диктофон. Потому что, когда прибежишь, она либо будет скукоженной такой, но не будет такой яркой уже. Надо сразу это все говорить. Также на мероприятии для посетителей была разыграна лотерея. Победителя выбирали рандомным образом. В качестве приза гость получил книгу Андрея Хачатурова с его личным автографом. Сейчас бегунов много, сообществ много. Вот решили их собрать в одном месте, объединить. Посмотрим, что из этого получится. Но, думаю, продолжим эту добрую традицию собираться в библиотеке. Алина Рогожина, Владимир Овсяников, Яков Глейзер. Новости Большого округа. А сразу после новостей смотрите 18-й выпуск экологической программы «Эко Пушкина». Ее автор и ведущая Анастасия Спирина расскажет об актуальной экологической повестке. Например, что такое новая климатическая доктрина и как будут стимулировать сознательных граждан, сортирующих мусор. Где в округе появятся новые точки сбора ненужной одежды. Об этом и многом другом в 18-м выпуске программы «Эко Пушкина». И о погоде. Ана обещает нам стандартные для первой декады ноября температуры и дожди. В пятницу, 10 ноября, воздух в округе прогреется до плюс 6 градусов. Ночью плюс 4. Небольшой дождь в первой половине дня и облачность. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Аналогичная температура сохранится до конца недели. А я напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в социальных сетях. Во Вконтакте, Одноклассниках и на Дзене. Также регулярно обновляется и наш телеграм-канал «Новости Большого округа». На этом у меня все на сегодня. С вами был Константин Гиргая. Всего вам доброго и хороших новостей. В эфире рубрика Экопушкина. Сегодня я расскажу вам новости из области экологии. А также, какие законопроекты в защиту окружающей среды хотят принять. Обо всем по порядку. Самый дождливый октябрь и самый теплый ноябрь. Почему погода нас балует? Октябрь 2023 года в московском регионе вошел в число 10 самых мокрых за последние 140 лет. Месячная сумма осадков составила около 113 мм. В 21 веке это четвертый случай. Причиной стали атлантические циклоны, которые атаковали европейскую Россию. А вот аномальное тепло начало ноября – это следствие изменения климата. Мерзлякам оно может и на руку, но в целом картина не очень радужная. И в правительстве оценивают риски. И об этом следующая новость. Россия должна достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Это закреплено в новой климатической доктрине, которую 26 октября утвердил президент России Владимир Путин. Доктрина признает, что изменения климата представляют угрозу для безопасности страны и здоровья граждан. Углеродная нейтральность – термин, который означает, что компания сократила до нуля выбросы углекислого газа и его аналога в процессе своей производственной деятельности или компенсировала эти выбросы за счет углеродно-отрицательных проектов. Углеродно-нейтральное топливо не вызывает чистых выбросов парниковых газов или углеродного следа. На практике это обычно означает топливо, которое производится с использованием диоксида углерода в качестве сырья. Тепло еще не значит, что можно не переобувать машину, ведь морозы могут ударить внезапно. И пушкинцы начали активно штурмовать шиномонтажи еще две недели назад, но пока погода дала фору. 48 старых покрышек сдали автовладельцев в пункт приема «Мегабак» в Пушкинском. В Подмосковье с 15 октября по 15 ноября проходит акция. Жители могут отдать использованные покрышки и выиграть новый комплект резины. Чтобы принять участие в розыгрыше сертификатов, необходимо привезти отработанные покрышки на площадку «Мегабак». Сделать креативное фото с шинами, разместить фотографию в социальной сети ВКонтакте с хэштегом «Сдал шины на Мегабак». Победители получат сертификаты на покупку новых шин. У вас есть еще шанс делать это до 15 ноября. 8 новых контейнеров для сбора одежды в Яндекс.Маркетах. Компания совместно с социальным проектом «Помощь рядом» и благотворительными организациями установила в пунктах выдачи заказов контейнеры для сбора ненужной одежды в 8 пунктах выдачи в Москве и области. Собранные вещи будут бережно отсортированы и отправиться на благотворительность или на переработку. В Пушкино их можно найти по адресам. Улица Чехова, дом 1, корпус 2, Ярославское шоссе 149 и еще один в Авантьевке. Вещи, которыми не пользуешься, можно отдать и на платформе «Кормит». Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области продолжается работа по продвижению и развитию проекта. Поддерживающего охрану окружающей среды. Новый этап развития проекта «Кормит» направлен на активное взаимодействие с проектом «Мегабак». Основная идея – вещи, которыми не пользуешься, отдай на платформе «Кормит». А вещи, которые не пригодятся, утилизируй на площадке «Мегабак». Напомним, «Кормит» – это бесплатная фрисайклинг-платформа, на которой можно отдавать и находить любые вещи, получая при этом бонусы от партнеров проекта. Банный лес в Красноармейске не место свалки и не кафе для маргиналов, а место для экологичных прогулок, занятий спортом. Да, каким будет банный лес, вы можете решить сами. Объявляется сбор предложений по его благоустройству. Банный лес в Красноармейске имеет более чем вековую историю и относится к историческому памятнику природы. Он представляет собой хорошо сохранившийся для городских условий природный комплекс, который при правильном его использовании станет жемчужиной Красноармейска. Разработка концепции благоустройства лесопарка «Банный лес» проходит в рамках государственной программы Московской области под названием «Формирование современной комфортной городской среды». При благоустройстве создаются условия для экологической безопасности территории, а природная среда при этом бережно охраняется. Направить свои предложения по благоустройству природного объекта можно с 3 по 17 ноября этого года следующими способами. По электронной почте, в письменной форме в адрес администрации городского округа Пушкинский и посредством записи в книге учета посетителей по адресу Пушкина, Некрасова, дом 5. Новость, которую давно ждут эко-активисты. Россиян предложили поощрять за сортировку отходов. Такое предложение поступило в правительство Российской Федерации. Оно направлено на повышение заинтересованности в сборе мусора у людей. Система должна быть очень гибкой. Для жителей городов в качестве поощрения могут выступать бесплатная парковка или скидка на оплату ЖКУ. Для жителей деревень и поселков бесплатные разрешения на заготовку рыбы или дров. А вот цирки с животными хотят запретить в России. В Госдуме рассматривают законопроект о запрете на использование животных в цирках. И предлагают внести поправки в статью 15 закона об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Уже более 40 государств отказались от использования животных в цирках. Связано это с жестоким обращением с животными при подготовке к цирковым представлениям. Так что, возможно, скоро на животных будем любоваться только в зоопарке. На этом у меня все новости. Увидимся в следующем выпуске нашей рубрики «Эко Пушкина». Субтитры создавал DimaTorzok